За событиями в Грузии, когда парламентское большинство, вопреки давлению западных партнеров и общественных протестов, приняло проект закона об иностранном влиянии, как никогда внимательно наблюдают в Абхазии. Оппозиция в Грузии в законе видит угрозу свободе слова, евроинтеграции и смене вектора во внешней политике. В Абхазии строят различные версии, почему это происходит и какие могут быть последствия для нашей страны. Даже есть мнение, что грузинские власти инициировали этот закон в обмен на некое обещание Кремля о конфедерации с Абхазией и Южной Осетии, при условии, что Грузия обязуется быть нейтральной страной. Грузинское руководство решает сугубо политические задачи. Как сохранить и продлить свою власть, убеждены эксперты, с которыми мы поговорили. Этот закон, он ничем не отличается от тех, которые, как говорят, мы это не читали, этот закон. Как говорят о других законах, действующих там в Соединенных Штатах и в ряде стран Европы. Но вина их состоит в том, что они просто такой закон, который не был продиктованным, они принимают самостоятельно. Ведь они за 30 лет стали полностью зависимыми от Соединенных Штатов. И они должны делать то, что им укажут, то, что им скажут. Посоветоваться должны, спросить должны. Они, не спросясь, руководствуясь своими интересами, принимают такой закон. Вот тут и началось. Ну, подняли внутреннюю пятую колонну, она у них значительная. Как говорит премьер, там более 25 тысяч некоммерческих организаций. Они кормятся известно где и известно для чего. Вот как раз и, так сказать, поднимается вся молодежь в огромном количестве. Сейчас трудно сказать соотношение, какое количество процентном отношении поддерживает правительство, какую оппозицию. Но, во всяком случае, конечно, налицо вот то напряжение, которое существует в Грузии. Грузия – это часть Южного Кавказа. А на Южном Кавказе всем известно, какие происходят события. Это целый узел нерешенных проблем и противоречий. Ситуация осложняется тем, что страны Запада вмешиваются в дела этого региона, бывшие части Советского Союза, и навязывают свое видение и решение проблем. Без церемонно, значит, они предлагают свои услуги, например, в решении разрешения армяно-азербайджанского конфликта. Конечно, они это видят таким образом, чтобы соглашение какое-то мирное между ними было подписано где-то на Западе и под диктовку Запада. Надо заметить, что там российское влияние. Это часть бывшего Советского Союза. И для того, чтобы утвердиться в этом регионе, Запад должен оттуда выдворить Россию. И делается все для этого. К сожалению, Армения помогает. Мы видим, какие телодвижения там происходят, помогает им. Что интересует Запад в Закавказье, в Южном Кавказье? Это, прежде всего, конечно, богатство, это недра Каспия, это прямой путь на Иран и прямой путь на Центральную Азию. Вот такой коридор, который очень привлекает страны Запада и Соединенные Штаты. А что касается самой Грузии, то она в течение трех десятилетий, по крайней мере, мы знаем, что связала себя вузами с НАТО, с Соединенными Штатами в частности. Ну, связи между ними начались, скажем, в 1992 году. В 1994 году они присоединились к программе «Партнерство во имя мира». Ну, а потом дальше по нарастающей все шло. Там ежегодно проводятся совместные учения с силами НАТО. Соединенные Штаты фактически взяли на себя заботу о подготовке армии Грузии, об ее оснащении. Все делается по западным образцам. Россия вынуждена была уйти из Грузии. 2008 год – это год, когда в августе Саакашили развязал агрессию против Южной Осетии. И в последующем собирался то же самое сделать в Абхазии. Но Россия выступила в защиту своих граждан. И в результате пятидневной войны там был наведен мир. Но следом последовало признание Абхазии и Южной Осетии России как независимое государство. А Грузия порвала дипломатические отношения с Россией. И с тех пор, так сказать, Россия готова строить отношения со своим соседом нормальные. Она готова помогать. Оппозиция в Грузии закон об иноагентах упорно называет грузинским вариантом российского закона об иностранных агентах. Сократ Джинджиуля убежден – никакого пророссийского следа в этих событиях нет. Россия никому не советовала принимать какой-то в Грузии, принимать такой закон или не принимать. Это их внутреннее дело. Все то, что делала Грузия, она делала вопреки интересам своим. Она обратилась на Запад, к Западу. Связала свою судьбу с Западом полностью. В 2008 году, по-моему, в январе в них референдо проходил о вступлении в НАТО. 77% по-моему где-то одобрили этот же народ, так сказать. По опросу, значит, о вступлении в ЕС, где-то более 80% проголосовало, опрос проводился. Вот они куда стремятся. И никакой России они не стремятся. Надо сказать, что правительство не вечно. Сменится правительство, придут на смену радикально настроенные, прозападные, еще больше, чем это правительство. И все повернется в другую сторону. Это очень важно. Во-вторых, Запад не оставит Грузию в покое. Грузия – это ведь прямо в воротах, вот как бы в России. С началом СВО на Украине грузинские власти умело маневрируют в новых геополитических реалиях. Выбрали нейтралитет, не открыли так называемый второй фронт и извлекают прибыль из западных санкций против России. Возможно, в наказании будут применены ограничения к политическому руководству Грузии. Но в целом отношения с этим государством Запад портить не будет, уверены наши эксперты. В связи с событиями на Украине, с проведением этой военной операции специальной, Запад потребовал от Грузии открыть второй фронт. То есть открыть войну, военные действия против России. Для того, чтобы отвлечь силы из Украины на этот фронт. Но это тоже самоубийство. В Грузии рассчитывают... Вот я слушал политологов. Вчера тоже интересный такой разговор был. Двух политологов грузинских обсуждали, сколько... Сможет ли Грузия сопротивляться российским войскам, если вот начнутся военные действия. Они пришли к прискорбному заключению о том, что сопротивление будет оказано. Но сколько времени будет длиться это сопротивление, каким образом, так сказать, они будут противостоять просто южному военному округу, плюс вот эти военные базы, которые расположены в Абхазии и Южной Осетии, и в Армении. Вот они, значит, полностью, так сказать, контролируют ситуацию, они это понимают. Поэтому, конечно, они бы развязали эту войну с удовольствием, если бы понимали, что к ним прудут на помощь Соединённые Штаты, станут рядом с ними, будут воевать против Абхазии, вернут Абхазию и Южную Осетию, заодно, значит, накажут Россию там, как они думали. Но они же понимают, что этого не будет. Они помнят 2008 год. Память ещё у них осталась. Поэтому... Но Запад от них не отстанет. Это они пальчиком пригрозили им, значит, мы вам санкции, мы вам то, мы вам это. Ничего, это... Но будут какие-то санкции, что-то будет. Но будут они продолжать сотрудничество, будут оказывать помощь, что они оттуда увезут эти американские эти... Не базы, но какие-то пункты, которые они там открыли, где там обучают. И столько стресс потрачено на Грузию, что они это оставить так не могут. И, значит, они заинтересованы в том, чтобы... Ведь играют в долгую. Ну, сегодня такая обстановка, завтра изменится что-то. Со стороны Грузии всегда нужно ожидать каких-то неприятных вещей. Никакой смены вектора нет. Никаких, значит, там... Вышел какие-то домыслы о том, что вот, значит, в ответ на принятие этого закона Россия, значит, подтолкнет Абхазию в сторону Грузии. Ну, все это, конечно, не имеет это под собой никаких оснований. Мы 30 лет, последние 30 лет будем брать только вот после войны. Мы убедились в том, что Россия твердо держит свое слово. Она выполняет свои обязательства по договорам, которые заключены между Россией и нами. Она оказывает нам большую помощь. И у нас, между нами, так сказать, образуется вот сейчас единое экономическое и социальное пространство. То есть Россия приближает к себе, а не отталкивает в сторону Грузии. Исключим все остальное, нас самих спросить надо, хотим были туда или нет. Вот недавно, значит, в день 26 мая, когда День независимости праздновали, премьер-министр Грузии сказал о том, что к 30-му году Грузия вместе с Абхазией и Южной Осетией торжественно вступят в ЕС. МИД Абхазии ответил на это, сделал соответствующее заявление, что вы можете куда хотите вступать, но Абхазию оставьте покоя. Среагировала и российский МИД. Мария Захарова, официальный представитель МИДа России, на брифинге заявила о том, что Россия будет защищать, прямо так сказано, Абхазию и Южную Осетию. И напомнила, что в этих республиках находятся российские базы. То есть отрезвление умов тех, кто полагает на то, что полагается на какую-то силу. Каким образом премьер-министр Грузии решил, что он вместе с Абхазией и Осетией вступит в это? Мы что, добровольно вступим, что ли? Если не добровольно, значит какая-то сила. Вот, пожалуйста, здесь тоже есть простор для размышления о том, что помышляют эти люди, которые такие кажутся миротворцами, такие миролюбивыми, на самом деле никакой вариант не исключен. Абхазии надо готовиться к худшим временам. Надо готовиться, надо своей вооруженной силой доводить до нужной кондиции, нужную экономику поднимать. Надо решать все вопросы, укреплять надо наши связи с Россией. Это единственный наш друг, наш союзник, единственное государство, которое может оказать нам реальную помощь, и оно окажет. Поэтому вот такие вопросы, которые стоят перед республикой, их надо решать каждый день. Все эти события не отменяют необходимость вести разговор Абхазии и Грузии. Женевские дискуссии остаются единственной платформой для диалога между странами. Несмотря на то, что они малоэффективны, участвовать в них, чтобы доносить свою политическую повестку до мирового сообщества, необходимо. Женевские дискуссии пока они бесплодны, на месте топчутся, но дискуссии нужны. Это лучше, чем вообще, так сказать, нигде не встречаться, ни о чем не говорить. В нем принимают участие представители ЕС, Соединенных Штатов, ведущие державы. Россия принимает участие, Осетия и Абхазия. Поэтому участвовать в этих дискуссиях надо. Надо вести диалог, доводить до ушей, до слуха всей мировой общественности, чего мы хотим, чего мы добиваемся. А вот что касается прямых переговоров, прямых разговоров с Грузией, конечно, с кем? Фактически говорит с кем. Вот если, например, разговаривать с властями, действующими властями Грузии, я, например, за с властями действующими. Но когда навязывают тебе человека, который какую-то должность занимает там в автономной республике Абхазии, то это возврат к тому, что хотели нам навязать в Женеве в самом начале переговора, в конце 1993 года, когда против нас посадили этих членов правительства автономной республики и предлагали вести с ними переговоры. Но это что? Это тупик, так сказать. Это неприемлемо совершенно. Поэтому, но о чем говорить с Грузией? Даже с представителями власти. Как? Они не могут с нами разговаривать. Почему? Потому что они объявили нас оккупированной территорией. То есть, кто оккупировал, по их мнению? Россия оккупировала. Вот с Россией они могут разговаривать. Что такое оккупированная территория? Это территория, на которой действует, хозяйничает оккупант. А если мы сейчас, предположим, начнём разговор хотя бы, кого нам подсовывают с теми, с этими автономщиками, то получается, что мы признаём, что мы оккупированы, хотим из оккупации выйти, из этой оккупации. Поэтому с кем попало, ведём разговор. Не можем мы с ними вести разговор. Мы должны знать, о чём говорим. Мы должны знать, какая повестка дня и с кем. Самое важное – с кем, так сказать. Возможно, это всё после того, как они отменят законы о покупированных территориях. Это препятствие огромное. Сократ Альчич, я вспоминаю, гальские встречи, они были продуктивны, когда решались какие-то пограничные проблемы? Насколько вот этот формат... Гальские встречи были продуктивны, пока не было... Ну, пока пограничников не было российских, пока в Абхазии не было признано. И вот тогда, значит, там случались... Вы же помните, что там постоянно были диверсионные акты, постоянно убивали людей. Сколько человек погибло, сколько миротворцев погибло даже, миротворцев, хотя они с оружием стояли там. И всё это прекратилось после того, как Россия признала Абхазию, и по соглашению были введены пограничники. И пограничники вместе с... Российские вместе с нашими охраняют рубежи. И прекратилось это всё, потому что граница, как говорится, на замке. Ну, может быть, не совсем, но во всяком случае такие акты проводить на территории Абхазии уже невозможно безнаказанно. Абхазии надо углублять сотрудничество с Россией, говорит Сократ Джинджолия. При этом все межгосударственные договоры до их подписания должны проходить экспертную оценку. Это поможет избежать протестов в обществе. С Россией нам надо углублять и расширять сотрудничество. Всё это изложено в этих наших соглашениях, которые заключены между Абхазией и Россией после признания Абхазии. Поэтому вот эти два основных главных договора и масса межправительственных соглашений. Конечно, это не означает, что мы должны там, значит, так сказать, все, предположим, желания или там все предложения, так сказать, принять на ура. Так между государствами это не делается, так сказать. Недавно я, например, прочитал одного эксперта, это в ужас придёшь, когда читаешь российских экспертов некоторых, их мнения, эксперт сказал, кстати, он мне знаком, мы с ним встречались, он сказал, написал буквально, неблагодарные эти абхазцы, они, говорят, никак не хотят вступать в Россию. Они вот смотрят на Турцию и турецки ориентированы. Во-первых, человек вообще не в курсе дела, ни в какой турецкой ориентации у нас нет. У нас в Турции проживает Абхаза больше, чем в Абхазии, к сожалению, и не строит какие-то отношения ни с государством, с государством турецким у нас нет отношений, а со своей диаспорой, находящейся там в изгнании фактически, мы просто обязаны, мы обязаны сделать всё для того, чтобы их вернуть. Это никому вреда от этого не будет, кроме пользы. А этот российский эксперт вот такие выводы делает. Но это не значит вовсе, что мы должны ухватиться за эту фразу и в отношении России какие-то производители делают заявления и прочее. Никакого отношения это к России, к официальной России не имеет. Это частное мнение. Таких мнений мы слышали много. И ещё услышим очень много. Поэтому строить отношения с Россией нужно исходя из официальной позиции России. Официальная позиция России заключается в том, что она признала Абхазию, не собирается отзывать признание, оказывала помощь, оказывает и будет оказывать. Но нам нужно сделать свою экономику поднять таким образом, чтобы не очень затягивать вот эту российскую помощь нам. Нам нужно самим становиться на свои ноги, кормить себя сами должны. Не обузы быть на шее государства России это не говорит, но мы-то должны понимать. Как должна вестись работа с российской стороной по заключению важных государственных договоров? Это вообще известно как. Документы составляются рассматриваются, согласовываются. Ну, предположим, если это инициатива Российской Федерации в России составили документ, он же попадает и нам, проходит в рабочий документ, над которым работает. Вот надо читать внимательно и так сказать вещи, которые совершенно неприемлемы, а открыто говорить об этом российской стороне тем, кто составил этот документ, это ведь не президент России сидит и составляет эти документы, а чиновники, которые составляют им сказать, дорогой, это в Абхазии не пройдет, нам не нужно это совершенно и объяснить, почему это не нужно, почему это недопустимо. Ведь мы же не сходим из-за того, что Россия огромная, так сказать, большая, и мы маленькие, и мы должны подражать и все повторять. Не можем мы повторять все, потому что у нас другая ситуация, у нас ментальность другая, у нас, так сказать, наша история другая, но в общем и в России не все чиновники понимают, что происходит в Абхазии, что в умах, и поэтому когда говорят, что вот какую-то часть территории нужно, еще что-то, то если это вызывает возмущение, то это надо понимать, это надо понимать, почему это вызывает возмущение. сравнить территорию России и Абхазии невозможно, ну просто несравнимые, 9 тысяч там квадратных километров, каждый квадратный метр на учете должен быть, а потом это особо ценные земли, здесь такой район, и судьба народа такая, что они должны защищать, и должны защищать ради будущего, ради тех же отношений с Россией. Я не призываю эти, публиковать все рабочие документы, чтобы каждый читал, и там собирали бы мнения со всех районов и прочее, и прочее. Нет, у нас есть эксперты, у нас есть Академия наук, у нас есть правоохранители, у нас есть соответствующие эксперты, которые понимают, они обсудят, у нас есть парламент, у нас есть президент, правительство, так сказать, мы имеем все, что имеет Россия, правда, в нескольком усеченном виде, поэтому все это должно работать.